добрый вечер уважаемые трейдеры с вами я мария кухта и предлагаю вашему вниманию свежий обзор рынков на понедельник 11 декабря я напомню что данное видео выйдет на моем youtube-канале мария кухта трейдер сегодня воскресенье 10 декабря и на youtube канале компания market видео продублируется соответственно в понедельник ребят сегодня обращу внимание на валютный рынок хотела бы сделать акцент именно на рынке форекс потому что по форекс у нас есть неплохие торговые комбинации которые в принципе вы уже можете использовать понедельника своей торговли помимо этого еще на прошлой торговой неделе публично на моем youtube-канале мария кухта трейдер я записывала в среду видео обзор 6 декабря в котором советовала вам работать на укрепление американского доллара по отношению к другим валютам и уже под конец прошлой торговой недели а именно в пятницу на новостях по нонфарм пэрлс у нас отличная отработка произошла поэтому кто подписан на мой youtube-канал мария кухта трейдер кто смотрел мой публичный обзор вы могли уже заработать на соответствующих движениях которые у нас произошли в пятницу продолжаю удерживать закрытом телеграм-канале покупку по индекс доллара которую я советую открывать в пятницу утром а также покупку по доллар франку которую мы продолжаем удерживать и 50 процентов позиции на покупку уже в пятницу на максимумах зафиксировала потому что у нас интернет работка произошла но тем не менее тем не менее дальнейшие шансы для роста сохраняются о чем я сегодня буду для вас также говорить обзоре но закрытом канале у нас уже стоп лосс без убытки а если интересуют эти торговые идеи хоть и хотите посмотреть вы можете их увидеть в моем прошлом видео где уже дело анализ предыдущих торговых идей публичных и в закрытом телеграм-канале и где я показывала соответственно торговые сигналы закрытого телеграм-канала поэтому если интересно посмотрите последнее видео там все есть ребят а так значит я хочу напомнить о том что все торговые рекомендации как публичные так и те которые я даю в закрытом телеграм-канале виде торговых сигналов я отбираю по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг если есть хорошая формация если есть соответствующая графическая комбинация все это озвучиваю для вас и публично и отдаю торговые сигналы поэтому сегодня я сделаю акцент на рынке форекс по форексу у нас есть неплохие торговые комбинации это раз во-вторых еще остановлюсь немножко на фондовых индексах s&p 500 и на сдак озвучу свою позицию по этим инструментом учитывая закрытие пятничных гневок то есть проанализирую также индекс по другим инструментами с других рынков ничего интересного нет на данный момент инструменты в движении поэтому на них сегодня останавливаться не буду но в любом случае подписывайтесь на мой youtube-канал реку хтотрейдер если будут формироваться какие-то интересные моменты по другим рынкам будут свежие обзоры буду делать значит свежие аналитические обзоры рынков и записывать видео обзоры с торговыми идеями поэтому на моем youtube-канале реку хтотрейдер регулярно выходят соответствующие видео подписывайтесь и всегда будете получать хороший аналитический контент от меня с анализом основных рынков с анализом основных финансовых инструментов и с торговыми рекомендациями если интересуют непосредственно торговые сигналы с сопровождением с четким ценовым уровнем стопа с регулярными апдейтами подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал веб-мария кухта и торговые сигналы будете получать тогда когда у нас непосредственно формируются хорошие торговые моменты на графиках а я еще раз напомню что анализирую дневную таймфреймы то есть на дневках ищу торговую формацию на дневках ищу точки входа вся эта информация в принципе формируется и подтверждаться на дневных таймфреймах поэтому моя торговая стратегия предусматривает отбор и анализ дневных таймфреймов дневных графиков всех инструментов то есть анализирую приоритетно топовые инструменты но если вас интересуют какие-то другие инструменты какие-то другие рынки вы все это можете написать в комментариях в виде вопросов и обязательно буду на ваши вопросы отвечать в своих следующих видео поэтому стратегия моя называется защитный трейдинг а почему защитный трейдинг уже неоднократно рассказывала сегодня повторяться не буду но хочу отметить что всю информацию от рынка я черпаю на дневных таймфреймах и соответственно точки входа торговой формации сопровождение позиций все это информация дневных графиков с торговых форматов торговых паттернов которые я понимаю которые я отбираю для вас как публично так и использую виде торговых сигналов в закрытом телеграм-канале вебрея кухта ну что ж ребят давайте начинать и начнем мы с вами с валютного рынка и индекс доллара по индексу доллара в закрытом канале продолжаю держать ланги который открывал еще в пятницу интересен торговый сигнал если интересен торговый сигнал можете посмотреть его я показывала последним своем видео обзоре который вышел в пятницу 8 декабря посмотрите это видео и увидите непосредственно торговый сигнал закрытого канала сейчас на этом останавливаться не буду скажу что продолжаю держать покупки и считаю что дальнейшая перспектива по дикси восходящие у нас сохраняется поэтому для вас сейчас публично также рекомендую работать на покупку по индексу доллара выше откатного уровня поддержки 103.4 ребят у нас здесь сформировался самодостаточный ланговый паттерн против нисходящей тенденции тенденция шартовый у нас образовалась за последние два торговых месяца по индексу доллара но тем не менее самодостаточный ланговый паттерн дает возможность увидеть дальнейшие покупки по индексу доллара в сторону и этого паттерна поэтому индекс доллара ланги движение которое у нас произошло по дикси в четверг 7 декабря это скорее всего коррекционное движение которое уже в пятницу было перекрыто то есть перекрытие коррекции присутствует защитные движения присутствуют все необходимые элементы для открытия покупок у нас здесь есть поэтому работайте в лонг по индексу доллара можно с текущих открывать ланги будем уходить наверх либо с текущих либо еще как-то добирать торговую позицию в рамках пятничного роста возможно моменте оттестируем еще откатный уровень поддержки в районе 103.4 а возможно уже и готов дальше расти мы увидим по факту а тем не менее хорошая формация есть работаем в лонг по индексу доллара с целью на пробить чем максимум текущего месяца в районе 104.25 и выше а дальнейшую перспективу не буду озвучивать потому что пока сложно сказать то есть это у нас сейчас происходит коррекционный рост против предыдущий нисходящий тенденции или это уже заходной ланговый паттерн в сторону которого дальше будет двигаться инструмент более длительно для того чтобы ответить на этот вопрос нужна дополнительная информация от рынка а будет она появляться буду все это озвучивать на следующих своих обзорах публичных а также давать соответствующие торговые сигналы и сопровождение а в закрытом моем телеграм-канале вид мария кухта поэтому пока от локального паттерна рассматриваю покупки а дальше буду уже сопровождать торговую рекомендацию если вы что-то меняться буду в закрытом канале соответственно информировать своих подписчиков евро доллар двадцать мая треть по валютной паре евро доллар ребят у нас продолжается нисходящая локальная тенденция которая образовалась за последние две торговых недели по евро у нас есть откатный уровень сопротивления 1 08 и это ближайший конституционный уровень сопротивления ниже которого мы проторговались три торговых дня есть реакция вниз по евро в пятницу но тем не менее я считаю что евро еще не закончила свое снижение учитывая характер закрытия пятничной девочки учитывая характер локальной конституции а вполне допустимо дальше прогнозировать продажи по евро поэтому евро доллар работаем на снижение ниже 1 08 с целью на пробитие минимум текущего месяца и ниже а можно из текущих провод шортить либо уже готов евро снижаться либо еще будем добирать торговую позицию в рамках пятничного снижения тела пятничной свечи ну здесь нет скажем так таких каких-то возможностей для глубокой коррекции поэтому вполне допустимо из текущих шортить евро с целью с целью на обновление образовавшихся локальных минимумов и ниже сейчас статс довольно определена и евро дальше смотрится в сторону локального давления вниз которое сформировалось за последние две торговых недели доллар франк давайте смотреть ребят доллар франк отлично отрабатывает покупки я и публично вам советовала покупать доллар франком и в закрытом телеграм-канале вибмария кухта ребята в пятницу мои подписчики получили от меня торговый сигнал на покупочку хороший лонговый паттерн здесь у нас сформировался уже в пятницу он уже сформировался в принципе окончательно и это самодостаточный лонговый паттерн который я отобрала по своей стратегии защиты трейдинг и по которому соответственно торговый сигнал получили мои подписчики закрытого телеграм-канала для вас же публично еще ранее я прогнозировала рост по доллар франку еще 6 декабря в видео обзоре вот обзор рынков на 6 7 декабря кому интересно посмотрите в этом видео я советую торговать на покупку доллар франк покупать данную валютную пару выше откатного уровня поддержки 0 87 30 кто воспользовался вы сейчас в хорошем профите то есть интродэ мы себя отлично отработали в пятницу повторюсь что в закрытом канале на максимумах зафиксировала 50 процентов позиции на покупку стоп лост перевела без зубы так и мы уже принципе частично зафиксировали профит по лонгам по данной валютной паре дальше продолжаю удерживать оставшуюся часть позиции на покупку потому что считаю что у нас сохраняется восходящие перспективы здесь ничего ребят не меняется уровень остается тот же этот кат на конституционный уровень поддержки 0 87 30 выше него дальше ланге сопровождайте позицию лангу вы кто покупал по моей предыдущей публичной торговой рекомендации дальше если будет что-то меняться я все это буду писать в закрытом телеграм-канале а также записывать для вас публичные видео обзоры с анализом рынка в том числе и валютного рынка в том числе и валютный парк доллар франк так давайте дальше смотреть фунт доллар фунт доллар из рынка форекс что интересно по фунту но на самом деле фунт тоже отрабатывать шарты уже неплохо потому что я точно так же как и по другим валютным парам 6 декабря в среду на прошлой торговой неделе светло вам работать на укрепление американского доллара по отношению к британскому фунту фунт уже у нас снижается интро дэп пятницу отработка отличная импульс вниз то есть вы могли уже локально заработать кто смотрел мой мой предыдущий обзор и кто воспользоваться торговой рекомендации что дальше а дальше фунт у нас продолжает смотреться в шорт можете продолжать шартить фунт доллар если еще не шартили ниже откатного конституционного зеркального уровня в сопротивлении 1.26 копейками с целью на пробитие минимум текущего месяца и ниже либо с текущих будем уходить в шорт либо еще будем добирать торговую позицию в рамках пятничного движения а почему об этом говорил потому что вы должны понимать когда у нас происходит отмена сценария то есть если моменте с понедельника рынок начинает чуть-чуть россии это не значит отмена сценария это значит донабор торговой позиции для продолжения снижения то есть это нужно четко понимать если торгуете в том числе и валютную пару фунт доллара поэтому фунт консолидация ниже 1.26 все что ниже 1.6 ребята и это шарты в сторону локального самодостаточного паттерна который здесь у нас сформировался и который я сейчас для вас публично озвучиваю по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг защитные движения по фунту есть есть консолидации позиции локальные поэтому дальше только продажи если будет что-то меняться буду озвучивать на своих следующих публичных обзорах а также буду писать информацию соответствующую в закрытом телеграм-канале витмария кухта будут хорошие точки входа хорошие торговые идеи свежие буду давать торговые сигналы новозландский доллар давайте смотреть нсд юсд тоже отлично отрабатывает шарты потому что еще на своем обзоре от 6 декабря тот же обзор ребят я светло шартить нсд юсд в сторону локального импульса на снижение которое у нас произошло 4 и 5 декабря и это свежая защита актуальная она же остается актуально по новозландскому доллару а после чего у нас образовалась зона сопротивления откатная 0.6175 консолидация позиции ниже данной ценовой отметки плюс пятничная реакция вниз в виде уже локальной отработки говорит о том что дальше новозландский доллар у нас сохраняет шартовую перспективу если вы воспользовались мои предыдущие публичные торговые рекомендации на продажу вы уже интердей в пятницу могли заработать на снижение что дальше а дальше шарты паттерн шартовый подтверждается актуальные продажи у нас остаются в силе поэтому новозландский доллар продолжаю рассматривать на снижение ниже того же сопротивление 0.6175 но здесь один момент что возможно возможно еще будем делать локальную внутреннюю девочку хотелось бы конечно же в идеале и увидеть в рамках пятничного снижения для чего а для того чтобы зашартить нзд и usd по более привлекательным ценам и для того чтобы можно было поставить покороче стоп лосс потому что в рамках в рамках либо перекрытия либо же последнего импульса рынок еще может добирать торговую позицию поэтому сейчас по нзд и usd последний импульс шартовый это пятничное движение в рамках которого еще инструмент вправе добирать торговую позицию поэтому я очень часто говорю что либо с текущих ожидаю движение либо еще от локальной коррекции то есть это нужно понимать возможно еще у нас здесь будет формироваться локальная коррекция формироваться внутренняя дневка в рамках пятничного снижения и уже от нее уверенно спокойно можно будет шартить а возможно мы уже готовы из текущих снижаться поэтому кто шартил кто шартил еще по моему предыдущему видео обзору и торговой рекомендации то сейчас вы уже в неплохом локальном профите продолжать удерживать шарты стоп лосс можете подтянуть за максимум пятничной дневочки так давайте дальше смотреть валютный рынок австралийский доллар а по австралийскому доллару у нас в принципе здесь ситуация торговая ситуация интересная и секущих уже можно открывать шарты почему потому что в отличие от новозландского доллара у нас еще пока нет хорошей какой-то отработки у нас наоборот произошло перекрытие коррекционного роста который произошел с 7 декабря в четверг защитные движения присутствуют а это пролив вниз который произошел по австралии с у 4 и 5 декабря коррекционный рост максимум четверга 0 6 6 20 ценовая отметка ее мы удержали в пятницу перекрытие коррекции скорее всего пятничное движение это перекрытие предыдущего роста по австралийскому доллару формирование самодостаточным шартового паттерна говорит о том что австралийцы у нас дальше нацелены на снижение против восходящей тенденции которая образовалась за последние два торговых месяца но сторону отдельного локального паттерна предлагаю дальше торговать австралийский доллар с целью на пробитие поддержки 0 65 30 с целью на обновление минимумов текущего месяца и ниже шарты открываем по австралийскому доллару и ожидаем дальнейшего снижения ребят по валютному рынку и это все пока ничего интересного больше нет по другим а валютным парам сейчас еще с вами посмотрим фондовый индекс s&p 500 инсдак озвучу свою дальнейшую позицию по данным инструментом значит давайте начнем с индекс s&p 500 значит по s&p 500 точно так же как и по рынку форекс я давал торговые рекомендации лично публично на своем обзоре от 6 декабря обзор рынков на 6 7 декабря значит шорт s&p и шорт нсдак это те торговые позиции которые озвучивала на этом обзоре на тот момент s&p 500 среда 6 декабря чуть поджимались наверх поэтому кто смотрел мой обзор вы могли зашортить здесь по неплохим ценам локально мы упали упали до ближайшей откатной поддержки 45 50 сильный конституционный уровень поддержки на восходящие тенденции не смогли пробить медведи эту ценовую зону есть реакция наверх два дня но смотрите что дальше пока пока вот когда я записывала видео в пятницу после того как у нас как раз вышли нон фармы у нас и фундаментально и технически s&p неплохо смотрелся на снижение то есть в принципе предпосылки для дальнейшего падения у нас присутствовали тем более что на тот момент в пятницу мы торговались ниже сопротивления в районе 46.00 и я вам советую дальше продолжать шортить s&p но чуть-чуть картинка у нас поменялась исходя из закрытия пятничной девочки почему потому что два дня поджаться наверх плюс новый максимум s&p шорты сейчас очень сложные очень сложные тем что локальные движения наверх вот это которое произошло в четверг пятницу у нас на прошлой торговой неделе нужно перекрывать то есть чтобы я советовала еще подождать по s&p 500 ждем еще одну дневку хотя бы одну и это понедельник 11 декабря как она закрывается смотрим если у нас происходит шартовое движение шартовый пролив вниз в таком случае мы будем перекрывать предыдущий коррекционный рост и в таком случае мы будем подтверждать актуальность движения от 4 декабря и здесь формировать шартовую комбинацию пока же пока же есть шансы и для дальнейшего роста в сторону тенденции в силу удержания поддержки 45 50 и в силу локального поджать наверх поэтому если и продолжать рассматривать шарты по s&p то нужно ждать перекрытия текущего роста в любом случае поджать наверх оно скажем так я не могу сказать что нивелирует продажи возможность продаж да потому что как я уже сказала еще возможно и эта реакция вниз если она произойдет тогда уже уверенные шарты у нас будут покупки сейчас я бы тоже не открывала потому что есть момент который указывает на сложность и дальнейшего роста по s&p поэтому все-таки еще день-два подождать тогда уже более уверенная картинка сформируется но в любом случае в закрытом канале буду писать свою свое мнение по s&p 500 также по ноздак с понедельника если будет что-то меняться если будет что-то какие-то коррективы дополнительные здесь происходить все это закрытом канале ребят буду писать своим подписчикам поэтому если интересно подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал битмария кухта и всегда будете в курсе и торговых идей актуальных да и в принципе изменений если у нас что-то происходит по инструментам когда происходит отмена сценария когда мы будем работать по альтернативному варианту стоит ли удерживать какую-то позицию или же нужно закрывать эту позицию потому что отмена сценария произошла все это закрытом канале пишу для своих подписчиков поэтому s&p ждем еще понедельник вторник вот тогда уже закрытие понедельника возможно еще вторника у нас уже дальнейшую картину сформируют по данным инструментом то же самое nasdaq но nasdaq в отличие от s&p 500 у нас пока не обновил предыдущие максимумы то есть s&p у нас новый хай показал в пятницу nasdaq у нас просто поджимается наверх показав реакцию на откатный уровень поддержки 15 785 конституционный уровень поддержки на восходящие тенденции но пока еще продолжаем находиться в рамках снижения которые вот у нас образовалась за последние полтора торговых неделя по nasdaq поэтому здесь если и рассматривать дальнейшую картину то точно так же как и по s&p нужно ждать закрытие понедельника ну хотя бы понедельника возможно еще вторника на этой торговой неделе значит текущий рост который сформировался по nasdaq в четверг и в пятницу если эта коррекция ее нужно перекрывать перекрываем коррекцию движением вниз я уже буду смотреть если это движение можно считать перекрытием тогда дальше буду советовать шартить nasdaq нужно смотреть не будет ли это внутренняя дневка в рамках вот этого роста то есть это тоже момент который дает определенную информацию дальнейшей картине по данным инструменту внутренняя дневка будет подтверждать вот это поджать наверх и тогда будут ланги то есть это уже нужно анализировать по факту ту информацию которая у нас будет новая появляться на графике по индексу nasdaq в любом случае говорить о том что шарты уже не актуальны я не могу но и света шартить я тоже сейчас не могу потому что поджать наверх два дня его нужно перекрыть если у нас понедельник закрывается с новым максимум с поджатием наверх либо же внутренней дневкой тогда скорее всего дальше рост продолжится опять таки для того чтобы регулярно от меня получать апдейты и новую информацию по рынкам в том числе и по фондовым индексом подписывайтесь на мой закрытый telegram вип мария кухта и будете получать не только новые торговые сигналы но и сопровождение по предыдущим торговым идеям буду писать когда остается еще информация графическая я имею ввиду актуальная когда уже она нивелируется в виде отдельных каких-то дополнительных графических моментов и так дальше то есть вся информация она поступает от рынка я ее анализирую и скажем так в виде своего анализа в виде моего анализа поступают соответствующие посты поступают в закрытом телеграм-канале вид мария кухта так поэтому на сдак я свою позицию озвучила я думаю что уже такая четкая картина по фондам индексом у нас образуется понедельник-вторник скорее вторник даже на этой торговой неделе поэтому пока ждем если будет что-то меняться буду озвучивать и публичных своих видео обзорах и закрытом канале информировать подписчиков так ребят по остальным рынкам по остальным рынкам пока ничего интересного нет рынки в движении если если рынки в движении мы с вами не торгуем ну вернее я советую не торговать используя свою стратегию защитный трейдинг если будет что-то меняться если будут какие-то дополнительные графические моменты формироваться по теме или другим рынкам по тем или иным инструментам все это для вас буду озвучивать на своих следующих обзорах поэтому не забывайте подписаться на мой youtube канал мария кухта трейд для того чтобы всегда быть в курсе основных изменений которые у нас происходят по основным финансовым инструментом а также будете получать торговую аналитику торговые рекомендации торговые идеи от меня когда формируется соответствующая комбинация то есть не просто так когда рынки в движении да я не люблю угадывать точки входа я не люблю угадывать тоже направление я люблю подтвержденные комбинации вот есть хорошая подтвержденная дневная комбинация тогда я советую торговать она формируется на дневных таймфреймах как я уже сказала эта комбинация в принципе ее не сложно увидеть на графике но для этого нужно конечно же и время для того чтобы проанализировать тот или иной инструмент ну и конечно же опыт для того чтобы уже скажем так глядя на график понять ту или иную информацию которую нам показывает рынок все это я рассказываю на индивидуальных курсах обучения кому интересно значительный трейдинг это моя торговая стратегия которую я разработала за 10 лет в трейдинге с 2014 года ребят я работаю в сфере трейдинга поэтому за это время моя торговая стратегия это уже результат моего понимания рынка моего видения рынка которые я разработала и которые я вам показываю публично в виде торговых идей торговых рекомендаций а также в виде торговых сигналов в моем закрытом телеграм-канале мария кухта конечно есть моменты когда у нас рынки скажем так не отрабатывают идут по какому-то альтернативному сценарию это нормально то есть я не претендую на сто процентов на отработку да вот допустим фондовые индексы сейчас чуть-чуть идут по другому сценарию но опять-таки нужно смотреть подтвердится ли первый мой сценарий тот который я озвучила еще на прошлой торговой неделе или же нет у нас происходят альтернативы и дальше индексы будут расти это уже в процессе нужно анализировать а если непонятная картина нужно ждать я это неоднократно уже говорила и публично и неоднократно озвучивала этот момент закрытом канале почему иногда бывает что за одну торговую неделю ребята получают там 78 торговых сигналов а бывает так что там два-три торговых сигнала и все потому что рынок сам показывает когда нужно торговать вот есть информация от рынка есть соответствующая комбинация графическая тогда я советую торговать тогда я даю торговые сигналы подтвержденные точки входа это то что я понимаю это то что я вижу на графике и это то чему я могу вас научить если вам импонирует моя стратегия мое понимание рынка если это так вы можете написать мне в личку и всю информацию по обучению я вам отправлю в индивидуальном формате а также интересует подписка на мой закрытый телеграм-канал виприя кухта ту же самую информацию отправлю в индивидуальном порядке поэтому пишите моя контактная информация из под видео кому интересно отвечу на ваши вопросы поэтому ребят не забывайте подписываться на мои ресурсы это youtube канал мария кухта трейдер для того чтобы всегда получать регулярные видео обзоры от меня с анализом основных финансовых инструментов с анализом основных рынков с торговыми идеями с торговой аналитикой значит больше торговых сигналов закрытом телеграм-канале кому интересно подписывайтесь также есть у меня открытый телеграм-канал мария кухта трейдер где вы также будете получать ссылки на мои видео а также там время от времени показываю свою работу в закрытом канале плюс делаю апдейты своих предыдущих торговых рекомендаций публичных поэтому тоже подписывайтесь будете видеть интересную информацию которая вам может быть полезна и вашем анализе рынка и вашей торговли значит если у вас есть какие то вопросы по другим инструментом которые я не затронула видеообзоре вы можете написать в комментариях тикер этих инструментов обязательно отвечу на следующих обзорах и обязательно буду разбирать все инструменты которые вас интересуют Но опять-таки, если есть какие-то паттерны, ребят, потому что может быть такое, что инструмент движения, ничего интересного нет, то есть я буду говорить, что сейчас вне рынка, либо сейчас там только направление можно определить, но точек входа нет. Ну и это уже нужно понимать. Если каким-то образом не до конца понятна моя позиция, либо моё видение рынка, опять-таки на обучении всё расскажу. Каким образом отбираю торговые паттерны? Как понимаю рынок? Где торговые моменты, где не торговые? Плюс вы сами можете видеть, как отрабатываются мои идеи, как отрабатываются мои торговые формации, торговые паттерны, которые я понимаю, которые я для вас отбираю. Ну что ж, благодарна за просмотр, благодарна за ваши предыдущие комментарии, отзывы, реакции. Жду от вас свежего фидбэка. Всем хорошего дня, ребят, прибыльной торговли. До скорой встречи.